Забинфо.ру – первый информационный сайт Забайкальского края. В рамках подготовки к джаз-фестивалю, посвященному 100-летию Олега Лунстрома, в Чите прошла вечеринка в лучших традициях Гэтсби. Вечер был наполнен лучшими традициями эпохи джаз-музыки. Все приглашенные гости и музыканты пришли в роскошных нарядах 1920-х годов. Идея данного мероприятия появилась давно. После того, как мы узнали, что к нам едет обладательница Грэмми, это Паулета МакВильямс, наша джаз-вокалистка, которая сегодня будет выступать и давать сольный концерт. И поэтому мы хотели, чтобы именно у нас в Чите она присутствовала, она показала, что значит джаз, чтобы люди влюбились в это исполнение, так же, как мы все это любим. То есть то мероприятие, на которое сейчас наши гости присутствуют, наполнено живым звуком, красивым вокалом. Это шоу-программой и много-много разных развлечений. Паулета МакВильямс приехала в столицу Забайкальского края в рамках своего тура по трём городам Сибири – Иркос, Кулануда и Чита. Паулета начинала свою карьеру с подпевки Майкла Джексону, Селин Дион и Дайани Рос. Она состояла в группе «Эйс Груфиос», а сейчас занимается сольной карьерой. Джаз-вокалистка родилась в Чикаго. С её слов она начала петь ещё до того, как научилась говорить. Сегодня ей 65 лет, но Паулета продолжает до сих пор гастролировать со своей сольной программой. Найдерская работа Жизнь-много хобби, логи, 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 логи и логи. Джаз-сэк – это почему я 65 лет и т.м. Я думаю, что это почему я много энергии. Найдерская работа по Pixar Новый год Сибири и Коплан МакВильев На ее счету несколько студийных альбомов и огромное количество концертов. Также Паулета успевает брать уроки актерского мастерства и считает, что ее карьера только начинается. Спасибо!